Приветствую, уважаемые коллеги, это торговая идея аналитика компании Тикмил и сами я, Артур Идиатумин. В течение нескольких последних дней мы получаем много сообщений по поводу прорыва в разработке вакцины, много успешных сообщений об успешных испытаниях, но хотелось бы отметить, что несмотря на то, что считается, что все эти новости, безусловно, положительные события для фондовых рынков, на мой взгляд, есть немного неочевидная ложка дегтя в бочке меда во всех этих событиях, во всей этой истории. На самом деле валютный рынок и рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам США, они были более осторожны в обработке информации по поводу вакцины. И что интересно, в последнее время, в последнюю неделю резко изменились ожидания по политике центральных банков на 2022-2023 год, ну и немного на 2021 год, как раз-таки после того, как появились новости по вакцине. Значит, с прошлого месяца, с 20 октября по настоящий день резко изменились ожидания по изменению процентных ставок крупных центральных банков, практически всех крупных центральных банков. Значит, на этом графике у нас представлены ожидания рынка по изменению ставок 20 октября. Это синие столбики. И ожидания рынка по изменению процентных ставок на 18 ноября. Это у нас оранжевые столбики. И вот видно, что на 20 октября по всем крупноцентральным банкам рынок ожидал, что произойдет сокращение процентных ставок. Например, ожидалось, что Федеральная резервная система у нас сократит процентные ставки на 15 базовых пунктов до, получается, 2022 года. Произойдет сокращение. Европейский центральный банк, как ожидалось у нас, сократит процентные ставки как минимум на 10 базовых пунктов до сентября 2021 года. По Банку Австралии, Банку Японии и Банку Канады мы также видим, что у нас были ожидания, что ставки будут снижаться у этих центральных банков. Но на настоящий момент мы видим, что ожидания по сокращению этих ставок значительно уменьшились. И этот тренд, что очень важно, он у нас наблюдается по всем центральным банкам и поэтому воздействует на все основные валюты. Поэтому нельзя говорить, что эти ожидания по процентным ставкам, они какую-либо из валют или нескольких валют, они позволяют им отличаться в динамике от каких-то других валют. Все у нас происходит синхронно, ожидания по всем центральным банкам у нас синхронно изменяются и все это как раз таки основное движение началось после того, как рынок получил информацию по успешным испытаниям вакцины. Это вот на прошлой неделе получается. И когда стало понятно, что у нас Байден станет президентом, эти два фактора, они получается у нас устранили две ключевые неопределенности, точнее неопределенности по двум ключевым направлениям, что, собственно, заставило рынки пересмотреть прогноз роста, перспективы восстановления глобальной экономики на следующие годы и, естественно, это также заставило пересмотреть ожидания, как быстро начнут центральные банки нормализовать политику. Потому что глупо полагать, что если у нас изменится перспектива восстановления экономики, центральные банки будут сидеть, сложив руки и ждать, собственно, когда инфляция выйдет из-под контроля. Нет, конечно же, этого не будет, несмотря на то, что некоторые из центральных банков объявили, что будут долго держать ставки на низком уровне, естественно, они это делают, они будут это делать с оглядкой на то, как меняется экономическая динамика. Потому что важно учитывать входящую информацию, а входящая информация – это как раз-таки данные по экономике. Поэтому, почему это важно? Когда у нас изменяется ожидание по процентной ставке, у нас также происходят некоторые изменения на фондовом рынке в ожидании. И два основных канала – это поиск доходности, то есть, когда у нас изменяется ожидание по процентным ставкам, это также меняет ожидание по тому, какая будет ставка по бандам, по банковским депозитам. И так далее. И это все означает, что спрос на данные инструменты, он также будет расти и снижаться. Если будет расти спрос на инструменты фиксированной доходности, будет, получается, снижаться спрос на фондовые инструменты, например, на акции. И наоборот, если у нас падает спрос на инструменты фиксированной доходности, на банковские депозиты, на банды и так далее, у нас растет спрос на акции. Именно поэтому, когда у нас снижается, получается, процентная ставка, у нас снижаются, получается, также ставки по бандам, по банковским депозитам. И это вынуждает участников рынка искать доходность где-то еще. Вот, собственно, при повышении ставок происходит как бы тенденция обратной этой. Второй важный момент, второй канал, через который процентная ставка от Центрального банка воздействует на фондовый рынок, это, естественно, доступность дешевых кредитов для компаний. Если повышается доступность дешевых кредитов, если растут ожидания, что кредиты будут дешевле, это, естественно, снижает риск по текущему долгу, по обслуживанию текущего долга. Так как, ну, в любой момент компания может перезанять, реструктуризировать долг, да, получается, выплатить и занять как под более, получается, дешевый процент. Все это говорит о том, что снижается риск по текущему долгу, и, естественно, это благоприятно сказывается на акциях, потому что акция это, по сути, отождествление того, что акционер владеет компанией, это снижает риск для акционера, и поэтому соотношение риск-доходности, естественно, будет расти в акциях. Вот эти два основных канала, через них у нас процентные изменения процентной ставки, даже ожидание изменения процентной ставки влияет на фондовый рынок. Поэтому мы видим, да, то, что у нас фондовый рынок очень хорошо учел новости по вакцине, вот здесь был скачок вверх, сейчас рынок держится очень хорошо, вот здесь, ну, удерживает, да, получается, те позиции, да, которые он занял еще вот здесь. Но вот здесь движение, которое происходит вот здесь, оно уже, в принципе, заложило, оно уже отыграло весь будущий оптимизм по поводу разработки вакцины, по поводу производства вакцины, по поводу распределения, собственно, вакцинации и так далее. Все это уже здесь отражено во уровнях, которые находятся на 3600 и выше, все это уже здесь отражено. И поэтому, если у нас сейчас будет расти главное, одна из главных угроз для фондового рынка, а именно то, что процентные ставки центральных банков могут начать расти быстрее, чем это ранее ожидалось, естественно, это будет негативно для фондового рынка, естественно, это будет препятствовать росту. Поэтому очень важно понимать, что за каждой такой положительной новостью о восстановлении экономики, да, или новость, которая связана, да, с восстановлением экономики, косвенно на нее указывает, будь то это вакцины, В каждой такой новости есть вот такой неприятный момент, доля такой горькой правды, это то, что центральные банки не будут спать, они будут ориентироваться на то, что ставки будут они повышать раньше, чем предполагалось, и это является угрозой для движения фондовых рынков наверх. Поэтому продолжаем. А дальше следить, собственно, за вот этой динамикой. Сейчас очень быстро пересматриваются у нас ожидания по тому, как будут меняться процентные ставки. И поэтому мы можем видеть, что после вот такого роста у нас, несмотря на то, что нефть сегодня очень хорошо себя чувствует, ползет она вверх, никакого оптимизма, подобного же на фондовом рынке у нас нет фьючерсы. Как мы видим, они у нас стоят как европейские, так и американские фьючерсы, хотя мы получаем новости по вакцине, хотя мы имеем растущую нефть и так далее. Достаточно умеренный рост, потому что весь основной позитив, он уже отыгран. Нужно что-то еще, нужно хотя бы прорыв по фискальной сделке США. Очень важно это учитывать, что растут вот эти неприятные моменты. И с другой стороны, основной позитив весь отыгран, нужно сдать что-то еще, поэтому к текущему росту нужно относиться очень осторожно. Значит, по нефти. Вчера у нас состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК, очень много возлагалось на него ожиданий, в плане того, что будут у нас новости, будут у нас рекомендации по итогам данного заседания, что на встрече министров нефтедобывающих стран 30 ноября будет предложено продлить текущее ограничение на добычу в 7 с чем-то миллионов баррелей в день. Предполагаю, что будет вынесена такая рекомендация, но не подтвердилось это. Значит, по результатам заседания мониторингового комитета, новостей особых не было, поэтому сейчас, как мы видим, рынок у нас фокусируется на результатах по вакцине, на положительных результатах об успешных испытаниях вакцины. Значит, у нас сегодня появилась такая информация, что 95% эффективности в третьей фазе испытаний было достигнуто по вакцине Pfizer. Значит, по вакцине Moderna у нас также произошла сегодня также вышла информация по поводу успешных испытаний, причем испытаний успешных для лиц пожилого возраста, для тех, кому за 64 года там эффективность составляла 95% что очень важно, потому что в первую очередь будет вакцинировать население пожилого возраста. Что еще? Вакцина у нас от компании Moderna, она хранится в более богоприятных, будем так говорить, условиях, для нее нужны менее такие капризные условия, как очень низкие температуры и так далее, поэтому ей легко транспортировать и вакцинировать, собственно. Вот, также вот здесь поступило сообщение, что Pfizer думает, что вакцина от Moderna, ее можно очень легко модифицировать, чтобы в случае чего отреагировать на новые мутации коронавируса. Также очень положительная новость говорит о том, что под контролем будут возможные мутации, вспышки, где вирусом уже выступает какая-нибудь мутация от коронавируса, который мы имеем. Вот, поэтому ряд сегодня очень важных, пассивных новостей по вакцине появился. Естественно, не может мне все оставаться равнодушным к этим новостям, потому что все это говорит о том, что раз испытания вакцины успешны, это говорит, что одобрение будет более быстрым, это говорит о том, что производство начнется раньше, распределение, вакцинация и так далее. Быстрее странно избавиться от локдаунов и, естественно, это закладывается в нефти. Но вот и что интересно, основной позитива у нас уже был отыгран. На фондовом рынке здесь у нас, мы видим, не происходит особого сегодня роста. Все это говорит о том, что нужно быть осторожным к росту, который мы наблюдаем, потому что весь основной позитив у нас уже заложен. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы и комментарии, пожалуйста, давайте их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит.